Христос воскресе! Сегодняшнее слово мне хотелось бы начать с одного замечательного четверостишия. Из последних за две тысячелетия известий для тебя и меня есть одна самая главная новость – Христос воскресе! Сугубо мне сегодня хотелось бы обратиться к нашим мироносицам. После воскресения о Фоме Святая Церковь прославляет святых жен мироносиц – первых свидетельниц воскресения Господа нашего Иисуса Христа, которые служили Ему прежде всего имением Своим, Своей любовью и миром душевным. Как важно и в современном мире не забывать об этих трех самых главных служениях – служить Господу любовью к Нему, любовью к ближним через служение Своим имением, то, что имеем и мы сегодня, чтобы помогать другим и, конечно, следовать за Христом с миром в собственном сердце. Дорогие наши современные жены мироносиц, наши помощницы, в нашем храме праздник святых жен мироносиц особенный, потому как нижний предел освящен в честь и славу этих женщин, которые, не убоявшись даже смерти, пришли ко гробу рано утром помазать ароматами с лавастровыми сосудами своего любимого учителя. Почему он назвал в честь святых жен мироносиц? Потому что женщины и в наше время очень много помогали строительству нашего храма. Они всегда были рядом, они не гнушались никакими работами, они убирали, они мыли, они по сей день служат своей любовью, своим имением и своим старанием святому храму Божьему. Они стараются помогать сегодня бедным и нищим, они заботятся сегодня о своих родных и дорогих людях, как о Христе. Именно таковых сегодня праздник святых жен. Жен, которые и по сей день любят Господа и служат ближнему, как самому себе. Сегодня мне хотелось бы напомнить вам, дорогие, что праздник в этом году у нас совпадает с очень непростым временем, когда многие находятся дома и нам из дома приходится обращаться и к вам, дорогие мои. Но мне хотелось бы от всего сердца, от всех священнослужителей, от духовенства и прихожан нашего храма, особенно от мужчин, поблагодарить вас за то, что вы всегда рядом, за то, что за нами, которые идут впереди и, кажется, мы впереди вас, у нас есть такой замечательный тыл. И всегда, если есть надежный тыл, который всегда составляют женщины, мужчина, идущий впереди, старается добиваться успехов. Именно потому многие успехи нашего храма, а у нас и детский дом, и школа, и многие образовательные проекты, это благодаря вам, дорогие наши учителя, воспитатели, дорогие наши смотрительницы, раздоятели милостыни, те, которые помогают, убирают, моют, рано просыпаются, пекут просворки, читают, поют, это все благодаря вам, нашим сегодняшним современным мироносицам. И ничего, что сегодня храмы, как бы, как пустые гробницы. Знайте, что когда вы приходите в церковь Христову, это не просто храм, который, может быть, сегодня на время не может осуществлять полноценного богослужения. Но мы можем, подражая святым женам-мироносицам, усилить свою молитву. Его нет во гробе, он воскрес, как сказал. А значит, воскресшему Христу мы можем молиться и дома, и возле храмов, и в условиях стесненных обстоятельств, самое главное, как говорили подвижники благочестия, молись, как можешь, только молись часто. Мне хотелось бы дать вам, дорогие, несколько советов, как сохранить сегодня вот этот мир, который мы, и особенно вы, наши мироносицы, современные женщины, и девочки, и девушки, дочки, внучки, и наши сестры, сегодня несете. Пусть самым главным для вас будет любовь ко Христу, к Богу нашему, которому вы и так всей любовью и сердцем своим служите. Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не ссорились с тем, с кем вы живете и трудитесь рядом. Хочу пожелать, чтобы вы, если и поссоритесь, то обязательно мирились. А если кто-то поссорился, то вы мирили бы между собой поссорившихся. Потому что тот, кто миротворец или примиряет, успокаивает человека в гневе, в раздражительности, в распри или в раздорах, уподобляется самому Христу. И, как говорил преподобный Маккарий Великий, тот, кто умиротворяет других, сам по заповеди Христа, блаженный миротворцы, якоти сынами Божьими нарекутся, наречется чадом Божьим. Вот, мои дорогие, старайтесь не нести раздоры. Особенно сейчас в интернете очень много различной, порой противоречивой информации. И когда к вам приходит, которое из них, что ваше сердце возмущает, раздражает или, тем более, настораживает, постарайтесь не делиться этой информацией. Старайтесь передавать другим только то, что мир, то, что тишина, то, что утешает и радует. Любите Бога, сохраняйте верность Матери Русской Православной Церкви. Любите Церковь и стремитесь к ней, потому что Церковь есть наша духовная врачебница. Помните слова священномученика Киприана Карфагенского, который говорил, кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец. Служите Церкви Христовой. Помогайте священникам. Помогайте своим родным и близким. Служите бедным и нуждающимся. Но самое главное, храните мир в своей душе. А как его в это непростое время, время пандемии, страхов, нагнетания всевозможных ужасов и смертей и болезней, сохранить в своем сердце мир? Как? Вот этим мне хотелось бы завершить сегодня свое к вам слово. Первое. Постарайтесь никогда не роптать на Бога. Никогда никого не осуждать. Помните, что то, что посылает нам Господь, Который есть благ, Который есть любовь, всегда для нашего с вами блага. Никогда не ропщите. А за что? А почему? Всегда говорите. А для чего это посылает нам Бог? Никого не осуждайте из людей. Помните, мы должны не видеть грехи других, а как мы повторяли великим постом, дай мне Господи видеть свои согрешения и не осуждать брата моего. Вот о каких грехах мы должны вспоминать и бороться с грехами в самих себе. Вот тогда, только не осуждая других, мы сможем удостоиться мира в собственной душе. Но когда мы будем видеть грехи других, но не замечать грехов своих, конечно, мы и мира душевного не будем достойны. Второе. Постарайтесь, когда что бы ни происходило с нами, вспоминать слова благоразумного разбойника. Достойное по делам нашим приемлем. Все, что не происходит с нами, это достойное по нашим с вами делам, грехам и поступкам. Вот когда так будем чаще говорить, мир придет в наше сердце. Что бы ни случилось, здоров, слава тебе Господь. Если нет, достойное, Господи, по делам моим приемлем. Болею или переживаю, страдаю, мучаюсь. Достойное по моим грехам, по моей прожитой жизни приемлем. И последнее, и самое главное. Все, что не происходит с нами, с нашими близкими, давайте помнить, что все это дар Бога, как и наша с вами жизнь. За все благодарите. Непрестанно молитесь. Всегда радуйтесь. Еще раз, примите самые сердечные поздравления с праздником святых жен Мироносец. Несите этот мир, дорогие наши женщины. Благодарим вас от всего сердца за ваши молитвы. И потому завтра в 12 часов давайте всем вместе встанем на акафистное пение пред святыми женами Мироносец. Чтобы они помогли нам в подражании их подвигу, любить Бога, служить своим имением ближним и за все прославлять воскресшего Христа. Христос воскресе! Мир вам всем и Божье благословение! Аминь.